Динамика средней цены предложения жилья в классе Масс-Маркет на пригородных территориях Ленинградской области в сентябре 2014 года составила 73 тысячи рублей за квадратный метр. Наиболее высокий показатель отмечен в декабре 2014 года. Он составил 74 тысячи рублей за квадрат. К лету ценовой показатель начал падать и к июлю достиг минимальной отметки в 70 тысяч рублей за квадрат. Наиболее низкая цена предложения жилья по классу Масс-Маркет на пригородных территориях Ленинградской области в сентябре текущего года отмечена в деревне Лаколова в Ломоносовском районе и составляет 48 тысяч рублей за квадратный метр. На левом берегу Невы в городах Отрадном и Никольском средняя цена за новостройки составляет около 50 тысяч рублей за квадрат, что на 5% ниже минимального показателя по Всеволожскому району, который отмечен в поселке имени Свердлова и Романовки. По состоянию на октябре 2015 года в населенном пункте Мурино Всеволожского района Ленинградской области в реализации находятся 30 жилых комплексов, которые застраивают 20 компаний-девелоперов. Объем рынка в Мурино на настоящий момент зафиксирован на уровне 1 миллион 700 тысяч квадратных метров, что составляет 40% от объема рынка пригородных территорий Ленинградской области или 15% от объема рынка Санкт-Петербургской агломерации в целом. Объем предложения в Мурино оценивается в 770 тысяч квадратных метров, соответственно в предложении находится порядка 45% от объема рынка, что соответствует общерыночным тенденциям. По состоянию на октябрь 2015 года средняя цена предложения на пригородных территориях Ленинградской области составляет 70 тысяч рублей за квадратный метр. Во Всеволожском районе средняя цена несколько выше и составляет 73 тысячи рублей за квадрат. В Мурино же средняя цена предложения отмечена на уровне 80 тысяч рублей за квадратный метр, что на 14% выше средней цены по пригородным территориям и на 20% ниже, чем обжитые районы Петербурга. Однако при этом цены предложения в Мурино сопоставимы с ценами некоторых спальных районов, таких как Невский и Красногвардейский. За 9 месяцев 2015 года объем предложения в Мурино пополнился на 600 тысяч квадратных метров. Среди наиболее крупных объектов, продажи которых начались в третьем квартале 2015 года, можно отметить следующие жилые комплексы, в рамках которых начались продажи в новых очередях. Это 100 тысяч квадратных метров в Гренландии, 66 тысяч квадратных метров в Красках лета. В жилом комплексе Муринский Посад продажи начались в новом доме площадью 28,5 тысяч квадратных метров. Также в жилом комплексе Алфавит стартовали продажи последней очереди площадью 25 тысяч квадратных метров. К слову сказать, в наиболее популярном среди застройщиков в Севоложском районе средняя цена не превышает 80 тысяч рублей за квадрат. Исключение составляют две деревни в Бугровском сельском поселении. В Кудрово средняя цена составляет 93 тысячи, а в Мисталово – 102 тысячи рублей за квадратный метр. За счет вывода в продажу значительного объема новых объектов по стартовым привлекательным ценам, уровень средней цены предложения, как в Мурино в частности, так и в целом по пригородным территориям, в 2015 году остается достаточно стабильным. Объем реализации жилья в Мурино за 9 месяцев 2015 года превышает 450 тысяч квадратных метров. Порядка 43% от сделок по пригородным территориям или 18% от сделок по Санкт-Петербургской агломерации приходится именно на долю Мурино. В 2015 году жилые комплексы, продажи в которых шли наиболее активно, являются Гренландия, Краски Лето, Муринские пасса, Тридевяткино царство, Трикита, Силы природы, Алфавит, Виктория и другие. Это были актуальные цифры на текущий период. Информацию для выпуска предоставил консалтинговый центр «Петербургская недвижимость». Дорогие зрители, с ноября 2015 года компания «Бюллетень недвижимости» будет готовить для вас аналитические отчеты раз в месяц в новом формате. Дальше будет интереснее. С вами была Ксения Привалова. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова